здравствуйте дорогие зрители вновь с вами мыльная пена познакомим мы вас сегодня с некоторыми новостями мыльного мира так что приготовьтесь итак начнем мы с нашего любимца марио сима ну если вы думаете что он где-то начал работать или где-то как-то засветился по-другому да то вы очень сильно ошибаетесь мается дурью наш красавец котиков постит в твиттере точнее одного котика своего по имени кэнди и так и это к животинку показывает и ушки и животик и мордочка и лапки ну в общем все это конечно хорошо и здорово но возникает дурацкий вопрос когда он блин уже начнет фото со съемок постить уже сидит и бездельничает сколько можно уже граждане в общем возмущению нашему нет предела мы так тут подсчитали значит он без работы вот без такой без сериальной имеется уже скоро пять лет наверно будет честь пора знать уже и совесть поиметь тем более что на теле мунда скоро начнут снимать парочку подходящих проектов один с кейт делька стиля другой с бланкой соту это два это две нарконовала как водится у нас последнее время время у теле мунда или нарконовал или розовые сопли извините вот ну вот и вписался бы и вписался бы и было бы здорово а то снимают вообще фиг знаткалу простите типа эрика хайсера который будет галаном араселя рамбулы в вас мазераблис ну однако товарищи может он конечно актерище офигительный там типа кларка гейбла да но что-то сомнительно вот в камелии стиханой что-то как-то не очень у него получилось хотя на вкус и цвет фломастеры разные одно можем сказать вот старая теле мунда которая делала ставку на сильные мужские роли похоже канула в лето а на поверхности сплошная мексиканщина или бабы с яйцами которые всех мочат или например там осуществляют жуткую месть да а мужики у нас сладенькие беспомощные чуть-чуть что рыдают жалуются на судьбу владейку ой скукотища ну ладно а теперь к нашим сплетням поговаривают что карла эстрада развелась с мужем из-за мужчины который намного моложе ее но очень интересно кто же этот счастливец не удивимся если это безработный актер который совершенно неожиданно будет завездить в новом сериале карла короче говоря вставки принимаются аура крестина гейтнер опять хочет стать матери в общем 7 лет назад она заморозила свои яйцеклетки в одной из колумбийских лабораторий вы знаете что колумбия славится этими всеми делами и те кто хотят искусственно оплодотвориться те едут туда в колонию дешево и сердито ну и вот а значит беременность была отложена по причине той что она участвовала в конкурсе смотри кто танцует мексиканском да вот ее бывший муж не выдержал такого и в общем они расстались ну там еще парочка скандалов была ну вот а теперь она опять хочет быть матерью и ей нужен для осуществления своей мечты мужчина а хочет аура крестина сущих пустяков чтобы человек был зрелый мужественный с чувством юмора и кабальеру ну сами понимаете что этого добра везде просто навалом ешь не хочу ну вот предыдущий муж то подкачал как-то да да и в общем не наблюдается не наблюдается подходящих персон поэтому аура кристина говорит что ребенка то она хочет непонятно с кем ну вот и собственный братец в общем то тоже не из когорты настоящих кабальеру вы знаете что они чуть не 20 лет не разговаривали ну правда недавно он тут нарушил собственную традицию поливать грязью окружающих и признал что у него есть проблемы с поведением он сказал что он истеричен взрывается по пустякам и постоянно орет кроме того он признал что вынужден был посещать специалиста потому что был подвержен приступам ярости да таким что кого-то просто убить хотел по этой причине он развелся с женой но там еще и измена кстати затесалась во время съемок новеллы предательства жена застукала гарри с любовницей в собственном доме в боготе ну и что хочется убить кого-то ну можем посоветовать только пойти и убиться ему об стенку самого потому что сколько он сплетней и гадостей вылил на своих коллег это просто немерено и поэтому мы думаем что все актеры которых он оболгал сейчас испытывают чувство глубокого удовлетворения а кто это такие ну кто нам на 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 ум так сказать приходит во первых стреках марлене павелла по которой он сказал что она плохая коллега капризная гадкая сварливая и все такое прочее марио симаро про которого он доброго слова вообще не сказал и говорил одни только гадости обвинял его черт знает в чем вот и и татя кантораль про которую он тоже рассказал что она плохая коллега не здоровается нелюбезная ну еще к тому же у нее изо рта плохо пахнет оказывается ну сами понимаете что гарри то у нас конечно же белый пушистый вот и лучше всех ну вот еще один у нас есть тихий мирный персонаж серхио сэндель ну надо сказать что после развода со своей женой марселой он просто расцвел и похорошел во всяком случае никаких скандальных выходок за ним больше не водится а водятся выходки совсем другого рода ну вот он сейчас всех любит ну сначала тут была статья в одной из мексиканских газет что он целовался с официанткой в ресторане причем целовался так смачно некоторые даже подумали что она вовсе не официантка может тайна его возлюбленная но потом якобы завел себе невесту с которой довольно весело проводит время и вот пожалуйста и фотографии ну что смотрите может и характер исправляется и бить папарацци перестанет и пьянствует тоже ну дай бог у Вероники Кастро огромная радость у нее родилась внучка Рафаэла это дочь ее сына Кристиана и Паула Эрасу его невесты Веро ужасно рада хотя ребенка видела только на фотографиях но бабушкины чувства от этого нисколько не слабее и последняя новость у нас на сегодня Дайана Раторрес все же выбила из марка Энтони алименты в размере от 80 до 125 тысяч долларов до этого она получала от него около 12 тысяч долларов ежемесячно вот ну а теперь она сказала что денег ей не хватает она вынуждена оплачивать трехкомнатную квартиру в Лос-Анджелесе и все уходит именно на это Марк пытался сказать что она очень плохо следит за финансами и он помимо элементов очень много денег тратит на своих детей практически все расходы со времен развода вот до 2013 года это все было на нем но суд тем не менее решил раз Марк Энтони стал зарабатывать гораздо больше элементы тоже должны быть гораздо больше вот так вот делайте выводы мужики ну на сегодня все подписывайтесь на наш канал до свидания